Здравствуйте! На ваших экранах программа «Городские встречи». Я ее ведущая Марина Комиссарова. Сегодня мы пригласили в студию начальника управления образования и молодежной политики администрации города Рязани Виталия Викторовича Еремкина, чтобы поговорить о подробностях применения транспортных карт для школьников. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, только ли для школьников созданы такие транспортные карты или они подразумевают использование всеми учащимися, в том числе студентами вузов и СУЗов? Давайте, наверное, начнем со школьной транспортной карты. Пластиковые карты в школу города Рязани появились после того, как была проведена реконструкция столовых. Для чего она была нужна? Для того, чтобы дети смогли, не нося с собой наличных денег, покупать буфетную продукцию опять же в школьных столовых. После этого карты обрастали другими функциями и вот на сентябре этого года данная школьная карта смогла быть не только как платежная для транспорта, но по-прежнему сюда интегрирована и школьная столовая, и школьная библиотека. То есть это еще является и электронным билетом для школьной библиотеки. На сегодняшний момент я вам покажу, да, школьная карта будет выглядеть вот таким образом. Она изменила свой дизайн, но здесь по-прежнему функцией остались проезд на автобусе, троллейбусе, школьное питание и школьная библиотека. Она обязательно именная, она имеет свой номер, также здесь есть информация непосредственно для носителей этой школьной карты, что она действительно только при наличии документов, то есть учащийся, который будет использовать его в качестве проездного билета в общественном транспорте, при себе должен еще иметь и справку, что он является учащимся школы. Если ученик девятой класса и старше, то к этой справке еще прилагается фотография. Дальше здесь нанесена информация о контактном центре в виде телефона 8-800-250-0262 и сайт, по которому можно выйти и посмотреть, какими преимущественно обладает владелец этой карты. Похожая карта будет и вручаться студентам, здесь заведена только услуга проезда в общественном транспорте. И при себе также обладатель этой карты должен иметь студенческий билет, дабы подтвердить, что карта действительно его. Также студенческие карты, они являются именными. Довольно-таки удобная карта, но, насколько мне известно, уже введены были подобные карты. Нужно ли будет заменять школьникам те, которые у них существуют? Да, действительно, карты уже существуют. Причем последние два года в школах мы раздавали карты, в которых уже данная услуга была прописана, именно проезд в общественном транспорте. Но я повторюсь, что сейчас она имеет новый дизайн, впоследствии она, скорее всего, будет иметь новые возможности. Но заменять те карты, которые были выданы раньше, не стоит. То есть, с чего мы начинаем в этом году, сейчас собраны списки всех первоклассников, которые будут, вернее, уже учатся в наших образовательных учреждениях. Их чуть более 5800, поэтому до 23 сентября должны быть изготовлены эти карты. И к первому октября мы должны будем раздать эти карты нашим ученикам. А дальше процесс получения карты, следующий, как для школьников, так и для студентов, он общий. Школьник и студент должен написать заявление руководителя учреждения на получение данной карты. Эти заявления собираем мы, управление образованием, и изготавливают карты, и мы эти карты раздаем. Такой вопрос. О порядке мы с вами поговорили, получение карт. А бесплатно ли их будут получать школьники? Да, однозначно, эти карты бесплатно выдаются школьникам и студентам. Если только владелец карты утерял, то карта была утеряна, то уже повторно это будет за деньги. Если говорить о правилах использования транспортных карт учащимися, то помимо того, что необходима справка с собой из школы, есть какие-то дополнительные, может быть, требования к школьнику? Других, собственно говоря, требований нет. Еще только одно требование, здесь оно прописано тоже, чтобы владелец карты имел чек, что на этой карте существует денежное средство, чтобы он мог воспользоваться данной картой при проезде в общественном транспорте. Это связано с возможными какими-то неполадками, если были в электронных приборах? Вы знаете, это связано еще с тем, что, я повторюсь, если карта утеряна, то для того, чтобы восстановить, владелец данной карты пишет заявление и прилагает чек, что денежные средства были внесены на эту карту. Соответственно, старая карта блокируется, а денежные средства зачисляются на новую карту. Сама необходимость введения транспортных карт для школьников и в том числе для студентов, откуда она возникла? Связано ли это, прежде всего, с требованиями отслеживать пассажиропоток, или это для удобства самих школьников, которые не вынуждены с собой деньги на проезд, проездные покупать, и все у них в одной партии? Нам ближе, в частности, управление образованием, то, что дети, студенты не относятся к детям, не будут иметь наличных средств, а смогут расплачиваться именно пластиковыми деньгами. Ради этого, собственно, и 4 года назад эта идея пришла в город. То есть уже в течение 4 лет школьники пользуются или в необязательном порядке? Школьники пользуются этими картами, еще раз повторю, как школьно-электронный билет в библиотеке и для покупки буфетной продукции в столовых школах. То есть, если я правильно поняла, это обязательное требование каждому школьнику отказаться от использования транспортной карты он не может, или у него есть альтернативный выбор? Нет, непосредственно транспортной картой, как картой для оплаты проезда, будут пользоваться только те, кому необходимо совершать поездки. А в рамках школы эта карта будет использоваться во внутрешкольных всевозможных мероприятиях, это еще раз говорю, чтобы как электронный читательский билет и как платеж за буфетную продукцию. Куда можно обратиться? С вопросами, может быть, существуют горячие линии относительно этих карт? Да, на этой карте я уже сказал, что существует телефон горячей линии, по которому можно получить все ответы. И очень интересный сайт, адрес этого сайта в поисковике. На Кириллице вы набираете карта умко.рф без пробелов. Вы попадаете на сайт данной транспортной карты. Интерфейс достаточно простой. Вот я буквально сегодня с утра все это посмотрел. Там все четко и интересно написано. И просто самое главное написано, как быть, если карта утеряна, что нужно сделать для того, чтобы получить новую карту, где можно пополнить баланс данной карты. То есть на данном сайте все расписано. А где можно пополнить баланс данной карты? Там очень много адресов, начиная и Почта России, и вот то, что мне в памяти Почта России. Опять же, киоски Роспечати, даже вплоть до супермаркетов есть возможность пополнить баланс данной карты. Насколько я понимаю, раньше у школьников были льготы, да, у каких-то категорий школьников. И на проезды, и на питание в буфетах. В рамках действия транспортных карт предусмотрены ли такие категории? Да, безусловно. Эти льготы все сохраняются. Не только у школьников, но и у студентов. Карты будут отличаться. И при заявке льготы уже изготовитель карты эту льготу будет учитывать. По-прежнему будет бесплатный проезд для детей-сирот и детей, находящихся под опекой. Будет, опять же, проезд 50% для школьников. И, соответственно, эти же услуги сохраняются для студентов. Бесплатный проезд. Тоже имеется ряд категорий, которые эта карта будет позволять. Это, опять же, студенты-сироты, студенты, оставшиеся без попечения родителей, матеря-одиночки. Ну, все эти льготы сохраняются. И многодетные семьи в том числе. Многодетные семьи, да, там тоже имеют льготы. Напомню, у нас в гостях был начальник управления образования и молодежной политики администрации города Рязани Виталий Викторович Еремкин, который рассказал нам в подробностях о нововведении в рязанских школах, транспортных картах. Мы прощаемся с вами до следующего выпуска. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин